В центре Пуциловки необычайно оживленно. Дело в том, что пятница в селе объявлена всеобщим днем медицинской комиссии. Населенный пункт прибыла бригада краевых медиков. Только один день автопоезд здоровья принимает в Пуциловке. Потому очередь из желающих. Важности можно сказать то, что до обеда уже у нас 80 человек прошли медкомиссию. И после обеда ожидаем примерно столько же. Поезд востребован. Люди с удовольствием приходят к узким специалистам. Медицинский осмотр каждого жителя начинается с кабинета терапевта, который определяет, каким врачам идти дальше. Обязательно нужно сделать анализы, пройти УЗИ и посетить некоторых узких специалистов. Работа медицинского автопоезда для жителей Пуциловки как праздник. В город за услугами ехать не ближний свет. Мы в больницу, теперь нам большая проблема съездить. Надо вызывать такси из города и кататься. А пенсионерам это очень накладно. Поэтому вот почему народ и приходит. Потому что нам же некуда. Семь докторов принимают селян. Терапевт, хирург, невролог, гинеколог, окулист, стоматолог и лор. Также здесь можно сделать ЭКГ, флюорографию, УЗИ, сдать анализы крови и мочи. В общем полный комплекс обследования. Окулисту селяне рады как никогда. В прошлый приезд бригады медиков этого специалиста не было. Конечно выявляем заболевания. Сегодня уже человек 5 или 6 было выявлено, что у них катаракта начинается. Мы говорим, что нужно наблюдаться. И если нужно, то нужно оперироваться. В основном, конечно, идут за очками. Но есть люди, которые говорят, у них плохое зрение. И там мы смотрим уже и выявляем заболевания какие-то. Сюда же организован подвоз жителей из ближайших населенных пунктов. Пятый год подряд автопоезд «Здоровье» путешествует по Приморскому краю. В нашем округе за это время обследования прошли более 7 тысяч местных жителей. С Пуциловкин этот раз только стартовала работа врачей. Чуть меньше двух недель больница на колесах будет курсировать по территории округа. Последними пройдут обследования жителей Красного Яра.